Все исчезли. Похоже, нас забанили. А, нет, нет, нормально, продолжилось. Так, что-то уже есть тут у нас. ФСМ уже частично отрабатывает. Продолжаем дальше. Напоминаю, в прошлом видео, которое внезапно прервалось после двух часов трансляции, мы делали ANSI терминал. До этого показывали разные операционные системы для спектру, а потом в протяжении долгого времени отлаживают систему сборки. Наши операционные системы. Значит, ANSI терминал. Выдача символов из CMD уже сделана. Теперь со стороны терминала мы должны их интерпретировать в форме ANSI кодов. Частично работает, частично нет. Нас, в большей части, интересует вот эта вот самая установка курсора XY. Значит, мы смогли прочитать escape код, открывающий квадратную скобку. Переходим в state 2, считываем число. И вот здесь тут какой-то облом произошел. Так. Или отложить это до завтра. Тут один человек только остался. Если это не число... Там смотришь к спектуре и прочей всякой фигне. Если это буква... Тогда устанавливаем эту координату. Ладно, протрассируем. Так, 0, 1, H. Первое число съедено, второе число не съедено. А, ну правильно, потому что я перехожу в state, который не существует. Не помогло. Проверяем, что терминал попал куда надо. Тут он есть, во всяком случае. А тут что-то я его не вижу. А, вижу терминал.ком А, терминал.ком вижу. Терминал.ком нам не нужен. Так. Мы хотим протрассировать. Так, после вот этого символа мы попадаем сюда. Чего-то не попадаем, получается. Как же так? Почему мы не попадаем в точку с запятой? А, потому что на Z. И запускаем. О, уже два человека. Значит, я исправил, как сказать, FSM-ку, которая в терминале сидит. Вот, и она начала какие-то координаты уже отрабатывать. А, вот. Только что-то, по-моему, не те координаты. Может, я X с Y перепутал? Нет, не может быть. Так, где я мог облажаться? Так, количество файлов, я гляжу, не напечаталось. Или напечаталось, но неправильно. А, я знаю почему. Потому что мы опять используем не ту библиотеку. Вот она. Так, теперь пытаемся понять, почему координаты такие дурацкие. По-моему, уже отсюда неправильно они передаются. Сет X Y. Так, у меня, наверное, метки-то выгружаются. Нет, не выгружаются. Сейчас сделаем, чтобы выгружались. А, выгружаются. Все правильно. Полистаем их. Ничего не находим. Видим, что-то еще там выбросилось. А, потому что я терминал прикомпилировал. А не CMD. В CMD у нас метки выгружаются. Раз. Проверяем эти метки. 14C1. Я туда не попадаю. Это странно. Пробуем снова. Так, 14C1. Вот, теперь мы сюда попадаем. И в DE у нас 1807. Это значит Y18, то есть 24 по-нашему, X7. То есть непосредственно после приглашения. Наверное, мы неправильно расшифруем координаты в терминале. Иначе что-то не объяснить. Или мы можем посмотреть, какой код мы туда посылаем. 1707. Так. LDAD 18. Так. Печатаем. Двоеечку. Двоеечку. Все правильно. 124 получилось. Ну, 25. Потому что мы единичку прибавляем. То есть Y25. То есть Y25. Нормально. Дальше. То же самое с X делаем. Так. X у нас 0... 8. 0,8. Нормально все. Так. Теперь со стороны терминал. Чего он там такой наловил? Так. Умножение на 10. Вроде правильно сделано. Не придерешься. Но мы все равно протрассируем. Где нужна ветка? Ну, допустим, вот сюда. 0. Пробращаем в 2. Ок. Так. Где у нас? То есть Y равно, как положено, 25. Дальше. Второе число. Опаньки. А для второго числа мы забыли сбросить первое число. Исправляем. Запускаем. Остались самые стойки. Сегодняшняя трансляция, наверное, будет дольше, чем самая первая, которая исчезла. Которая длилась 2,5 часа. Хотя не знаю. Курсора мы не видим, но мы видим все в нужном месте, где надо. Во! И даже количество файлов вывелось. Теперь остается добавить замечательный дир больше 1 и можно найти баиньки. Так. В принципе, больше 1 может быть у нас в любой команде. Как это сделать? Печатаем мы в какой-то файл, у него какой-то handle. Значит, файл, который мы напишем через знак больше, он должен быть создан. Потом выполнена команда. Потом он должен быть уничтожен. Так. Выполнение команды у нас где? Execs.md Окей. Так. Ну, допустим, мы сделаем это непосредственно здесь. Есть он где-то еще тут. Нет, нигде нету больше. Ну, ладно. Значит, пробуем. Если cmd command parse больше файл то create файл перенаправить вывод в него exec cmd close файл перенаправить вывод обратно. Так. Для начала надо проверить, есть ли там этот символ. Я думаю, что это надо проверять с конца. Ну, можно и сначала. лд шель смд buff лда этот символ так, что там дальше-то надо. макс, цм, дсз окей. лд, бц, макс, цм, дсз спирт, если не нашли, то сразу идем на основную ветку. тенд тенд ноу ту файл. а в этом случае в конце мы будем переходить сюда. так, берем имя файла отсюда, а эту фигню заменяем на конец строки. а имя файла, чтобы взять. так так ник os open handle будем считать, что он открылся, ну, create handle LDAB 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 EXEC cmd2 файл handle он будет использовать ли закрытие файла тут сохраним флагин так close handle потом перенаправить вывод обратно. сначала переправить вывод туда, потом перенаправить вывод обратно. study in handle, study out handle так, сейчас у нас все перенаправление. заключается в том, что мы его study in handle пишем или не пишем вот 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 восстанавливаем так, а тут, значит, мы его записываем вот сюда ну что, попробуем так так дир нормально дир дир файл файл создался, интересно файл не создался вопрос вопрос почему cmd buf у нас есть это это есть главный цикл или еще есть цикл call cmd view cmd interactive да, это не тот цикл нужно cmd interactive вклянется вот здесь my prompt cmd вот здесь короче так вот так сейчас он не проверяет короче пробелы это все потом терминал наш до сих пор еще не умеет печатать курсор это все потом так и так момент истины ура все пойдем спать короче заливаю в текущем виде пока товарищи приходите завтра приводите всех ну и на youtube тоже приводите подписывайтесь до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор старт именно пал проц до сих пор